Великобритания 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 Начало июня было для Великобритании периодом эвакуации и бегства. По бережью Франции в район порта Дюнкерк двигались странные разношерстные флотилии. Все, что могло передвигаться по морю, передвигалось, чтобы спасти английских солдат. Эсминцы и торговые суда, моторные лодки, катера, баркасы, парусные яхты, речные трамвайчики с темзы. Английский морской народ проснулся и двинулся на спасение армии, окруженной в Дюнкерке, прижатой к морю и отбивающей яростные атаки гитлеровских войск. После нечаянного чуда, когда Гитлер остановил танковые дивизии и не дал им разгромить британский корпус, уже и один из главных творцов стоп-приказа генерал Рундштадт осознал его нелепость. Но было уже поздно. Англичане уверенно оборонялись. Над самим портом шли беспрерывные ожесточенные воздушные бои, которые подтвердили достаточно высокое техническое качество английской истребительной авиации и мастерство и мужество британских пилотов. Это был определенный звонок для Геринга, но тучный и хвостливый командующий Люфтваффе его не услышал. В ночь с 3 на 4 июня последние английские части покинули Дюнкерк. Было спасено 338 226 солдат и офицеров, среди которых около 90 тысяч французов. Но все оснащение 9 английских дивизий – танки, артиллерию, минометы, автотранспорт, пулеметы и так далее – пришлось бросить. Оставлены были также французские арьергардные части до последнего часа в тяжелых боях, прикрывавшие эвакуацию из Дюнкерка. Это вызвало волну возмущения во Франции. Но самое главное состояло в том, что Великобритания сохранила кадровые, хорошо обученные войска, уже приобретшие ценный боевой опыт. Других таких солдат и офицеров на острове тогда не было. И само море оказалось на стороне англичан. По все дни бегства из Дюнкерка море было зеркально гладким, что позволило даже самым мелким судам легко пересекать Ла-Манш. Следующая эвакуация войск была проведена английским военно-морским флотом из Северной Норвегии. Захватив в конце мая превосходящими силами порт Норвег и основательно разрушив его, британцы должны были эвакуировать около 25 тысяч человек. Во-первых, из-за удаленности этого северного участка военных действий, а во-вторых, ввиду наращивания немцами своих войск и авиации. Удержание Норвега полностью лишало бы Германию поставок шведской железной руды в зимние месяцы, когда замерзал ботнический залив Балтики. Но Великобританию в начале июня волновала исключительно оборона собственного острова. Германское командование для облегчения положения своих войск, которые в окрестностях Нарвика в неравных боях держались большим трудом, направило к берегам этого норвежского города два линейных корабля – Шархос и Гнезинау. Поначалу 8 июня германские линкоры пустили на дно английский вспомогательный крейсер и танкер. Но вечером того же дня они встретили более весомую цель – английский авианосец «Глориас», который шел в сопровождении всего двух эскадренных миноносцев. Орудия большого калибра германских рейдеров нанесли авианосцу огромный урон, и он пошел на дно. Но эсминцы успели произвести торпедный залп, и линкор «Шархос» получил повреждение. Это заставило немцев прекратить свой успешный рейд и вернуться в норвежский порт Транхейм. Когда разыгрывались эти морские сражения, немцы еще не знали об эвакуации английских войск из Нарвика. Уже 7 июня из самого северного норвежского порта Тромсе вышел английский крейсер «Девоншир» с норвежским королем Хаканом VII на борту. В эти же дни английские транспорты успешно преодолели расстояние от Норвегии до Британских островов с войсками, которые сражались в районе Нарвика. 10 июня Норвегия объявила о своей капитуляции, и немцы стали полными хозяевами в этой стране. 4 июня премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил в парламенте с оценкой итогов эвакуации войск из Дюнкерка. Нам нужно весьма остерегаться того, чтобы не приписывать этому избавлению атрибутов победы. Эвакуациями воины не выигрывают, но в самом этом избавлении заключается победа, которую следует отметить. Она была завоевана военно-воздушными силами. Мы пойдем до конца. Мы будем сражаться во Франции. Мы будем сражаться на морях и на океанах. Мы будем сражаться с возрастающей уверенностью и растущей силой в воздухе. Мы будем оборонять наш остров, чего бы это ни стоило. Мы будем сражаться на побережье, мы будем сражаться в пунктах высадки, мы будем сражаться на полях и на улицах, Мы будем сражаться на холмах. Мы не сдадимся никогда. Полемизировать с Черчиллем дело нелегкое и сегодня. Британский премьер отличался редким умением использовать нужные ему весомые аргументы, но умел и замалчивать неприятную для него информацию. Бесспорно, что операция «Динамо», как называлась эвакуация английских войск из северо-западной Франции, была проведена блестяще. Но она планировалась и готовилась в те самые дни, когда Черчилль, прилетая во Францию, убеждал французское правительство продолжать совместную борьбу на континенте против гитлеровской Германии. Неоднократно упоминает Черчилль и слабость, а нерешительность французского командования, но не говорит о том, что тем же самым отличался и английский главнокомандующий на континенте лорд Джон Горд. Не случайно после Дюнкерка Джон Горд уже никогда не командовал крупными войсковыми соединениями. В дальнейшем Черчилль будет неоднократно удивлен тем, что французское правительство Виши проявляет враждебность по отношению к Великобритании и будет неоднократно повторять, что Франция оставила Великобританию одну. Но кто кого бросил в начале июня 1940 года? Оставим этот вопрос в качестве риторического. В первую декаду июня Франция еще сражалась, но без особого упорства и энтузиазма. Почти все действия французской армии опаздывали на час, на день, на век. На век мы имеем в виду отставание в военной тактике и стратегии. Ведь численно французские вооруженные силы превосходили гитлеровский вермахт. И по числу танков, и в артиллерии, и в людях. Неизвестно, чем занимался в эти трагические дни мощный французский флот. Только в воздухе немецкая авиация численно превосходила французскую. После того, как германская армия допустила дюнкерское чудо, спасение британских войск, начался второй этап битвы за Францию. Фронт образовался по рекам Сомма и Эна. А германские танковые дивизии были развернуты на юг, юго-запад и юго-восток, в тыл линии Можино. Французское командование не располагало резервами для предотвращения германских прорывов фронта. 10 июня случилось долгожданное и исключительно подлое событие. Италия объявила войну, организирующей Франции, и попыталась воткнуть свой нож в полутруп. И то неудачно. Итальянское наступление в Альпах было с большими потерями остановлено, ослабленными французскими войсками. Это было худшее решение в политической карьере Муссолини, которого стали называть итальянской гиеной. Итальянцы надолго застряли в Альпах и вынуждены были ожидать подхода немецких наступающих частей. Иначе, как победным конфузом, вступление Италии во Вторую мировую войну не назовешь. В начале июня возникла небольшая оперативная пауза, во время которой 10 танковых дивизий вермахта были пополнены танками и личным составом. Уже 5 июня немцы начали новое наступление, и после двух дней упорных боев танковые корпуса сумели прорваться к городу Руану. 8 июня французский главнокомандующий Максим Вейган заявил, что битва за Сомму проиграна и рекомендовал правительству немедленно просить перемирия. Правительство Франции заседало 12 часов. Никакого решения принять не смогло, и 9 июня покинуло уже беззащитный Париж. 11 июня в надежде как-то приободрить правительство во Францию прилетел Черчилль. Генерал Вейган в своем докладе заявил, что война проиграна, в поражении обвинил Англию, и Черчилль улетел на свой остров в весьма расстроенных чувствах и с пониманием, что катастрофа во Франции уже произошла. Маршал Петен еще в дни пребывания Черчилля во Франции подготовил документ с просьбой о перемирии. В результате сокрушительных ударов, которые нанес вермахт союзникам в мае 1940 года, к 1 июню, союзники потеряли 9 британских, 30 французских дивизий и практически всю бельгийскую армию. К тому времени генерал Вейган говорил о том, что борьба, которая ведется французскими вооруженными силами, ведется только с целью сохранить честь французского оружия и обеспечить себе почетные условия капитуляции. К 11 июня трагическим дням в истории Франции из 66 дивизий, которыми располагало французское командование, 25-27 были безвозвратно потеряны, а в составе истребительной авиации оставалось не более 150-180 машин. Черчилль, посетивший в последний раз французское правительство 11 июня после его переезда из Парижа в район Орлеана, пытался убедить маршала Петена в необходимости распустить французскую армию и перейти к партизанской войне. Однако, в тот же самый день группа британских бомбардировщиков, которая пыталась взлететь с одного из аэродромов Южной Франции для выполнения боевого задания, не смогла этого сделать, потому что местное население перегородило взлетно-посадочные полосы баррикадами. Ни о какой партизанской войне подобного рода социально-психологическом климате, охватившем все французское общество, говорить было нельзя. Никогда еще на дорогах не было такого ужаса. Дороги в зоне военных действий оказались запруженными потоками беженцев. Только из Парижа на юг бежало около двух миллионов жителей. Гражданское население перемешалось с войсками, мешая им маневрировать вдоль фронта. Над дорогами на бреющем полете носились германские истребители и бомбардировщики. На этих дорогах войны, превратившихся в тупики и ловушки, французская армия и население понесли, пожалуй, наибольшие неоправданные потери. И не только от бомбежек и обстрелов врага, но и от жары, голода и жажды. Париж и другие города были объявлены открытыми. 14 июня в 5 часов 30 минут утра первые подразделения 18-й армии генерала Кюхлера начали входить в опустевший, притихший, ошеломленный Париж. Над Эйфелевой башней было поднято знамя со свастикой. Франция разгромлена. Миллионы солдат и офицеров сдались в плен, но инерция войны продолжалась. Сталин не забывает использовать свои шансы. Путем политического давления, смены правительства, заключения выгодных договоров об использовании военных баз в Прибалтике и последующего ввода в войск Советский Союз присоединяет Латвию, Литву и Эстонию к своей империи. 16 июня в обстановке растерянности, разобщенности французского общества, не имея возможности продолжать войну, но и не желая капитулировать, французский премьер-министр Поль Рейно уходит в отставку. Французское правительство возглавил престарелый маршал Филипп Петен, который немедленно отправил Гитлеру просьбу о перемирии. Германия не возражала, но параллельно с подготовкой к перемирию ее войска продолжали интенсивное наступление в южном и юго-восточном направлении, стремясь захватить как можно больше французской территории. Одни считают, что Петен был классическим предателем, коллаборационистом, военным преступником. Другие видят в нем национального героя и спасителя Франции. Разобраться в том, кем же он был на самом деле и какие реально процессы, процессы в обществе, процессы ментального свойства стояли, так сказать, текли в этот период. Вот эта задача в высшей степени актуальная и благородная. Должен сказать, что сам Петен летом 1945 года, представ перед Верховным судом, заявил следующее. «Мне вручил власть французский народ, представленный национальным собранием. Вся моя жизнь прошла на службе Франции. В самый трагический день ее истории она вновь обратилась ко мне. Я ничего не просил, но меня молили прийти, и я пришел. И в наследство мне досталась катастрофа, в которой я был неповинен». Когда в согласии с военным командованием я просил перемирия, я совершал акт спасения. Перемирие спасло Францию и способствовало победе союзников. Обратим внимание на эти слова, ибо далее в своем выступлении на процессе Петен сказал следующее. «Пока генерал Деголь продолжал борьбу за рубежом, я подготовлял почву для освобождения, поддерживая жизнь Франции, хотя и полную страданий». «Какая польза, вопрошал Петен, была бы в освобождении развалин и кладбищ?» Согласитесь, позиция более чем определенная. История любит создавать символы и параллели. В тот же день, когда обнаружилась капитулянская позиция нового главы французского правительства маршала Петена, на английский берег высаживается генерал Деголь. Он переправился для того, чтобы любыми средствами продолжать борьбу с гитлеровской Германией. На следующий день, 18 июня, в Лондоне создается Комитет «Свободная Франция» во главе с Шарлем Деголем. Интересно, что в этот день Гитлер тоже вспоминает в Мюнхене Деголя, говоря, что внимательно читал его книгу. Гитлер хорошо знает французский язык и очень прилично говорит на нем книгу о характере современной войны и из нее почерпнул танковую стратегию прорывов. Фюрер говорит об этом на встрече с Муссолини в Мюнхене, где они обсуждали условия предстоящей капитуляции Франции. Итальянские войска так и не смогли прорывать французскую оборону, но у Дучи образуются громадные аппетиты на французские земли, на Ривьере и колонии в Африке. Гитлер вынужден терпеливо объяснять своему неудачливому союзнику, что Франция, хотя и побеждена, но не следует чрезмерно озлоблять ее. Надо попытаться превратить Францию Петена в надежного соратника в борьбе с Великобританией. Муссолини нечем крыть, и он уступает бесспорному триумфатору. Гитлер также отказывает Дучи в коллективном подписании капитуляции Франции. Германия ни с кем делить свою победу не будет. Италия подпишет мир с Францией в Риме и после Германии. А теперь несколько слов о судьбе укрепления и неприступной линии Мажино. В качестве оборонительной линии она практически использована не была. Фронт перевернулся, и основная часть войск ушла из крепостных сооружений, чтобы встретить наступающих с тыла немецких танкистов. Оборонять линию Мажино уже не было никакого смысла, и она бесславно была сдана. Так этот невиданный фортификационный монстр пал в борьбе с маневренной войной. Трудно себе представить, что в этот период танковые дивизии Гудериана практически наступали в обратном направлении. От Ла-Манша с запада на восток и почти достигли германо-французской границы в районе города Страсбурга. Кто бы мог предсказать такую необычную геометрию в этой молниеносной войне? Гитлер прибыл во Францию с детально расписанными условиями капитуляции. Подписание перемирия началось в полдень 21 июня на той же самой поляне в Компиенском лесу и в том же самом вагоне, в котором 11 ноября 1918 года французский маршал Фош продиктовал представителям Германии условия перемирия. Теперь драматургия раскручивалась обратно посильнее, чем у Шекспира. В прекрасный летний день в 3 часа 15 минут на Мерседесе прибыл Гитлер в сопровождении Геринга, Браухича, Кейтеля, Редера, Риббентропа и Гесса. Гитлер был вне себя от восторга. Вместе со свитой он вошел в исторический вагон. Французскую делегацию возглавлял генерал Шарль Хюнцигер. Гальдер запишет в своем дневнике французы не подозревали, что им придется вести переговоры в том самом месте, где проходили переговоры в 1918 году. Этот факт так подействовал на них, что они долго не могли прийти в себя. После того, как генерал Кейтель зачитал французам условия перемирия, Гитлер и его свита покинули вагон, предоставив генералу ведение переговоров, но без какого-либо отступления от составленных лично фюрером статей. По предложению Германии военные действия прекращались как в митрополии, так и во всех заморских владениях Франции. оккупированная зона составляла две трети страны, а юго-восточная часть оставалась под управлением правительства Петена. В вооружении военные материалы передавались Германии. Все немецкие мигранты должны быть выданы нацистам. Французский флот должен быть постепенно интернирован. Французское правительство обязывалось не использовать оставшиеся у него вооруженные силы против Германии. 22 июня 1940 года в 6 часов 50 минут вечера Кейтель и Хюнцигер подписали соглашение о перемирии. На следующий день после перемирия во Франции нарком иностранных дел Советского Союза Молотов пригласил германского посла фон Шуленбурга и после поздравлений заявил ему о настойчивом желании СССР присоединить Бессарабию и Северную Буковину. После еще нескольких дней советского натиска министр иностранных дел Германии Риббентроп дал указание немецкому послу в Румынии посоветовать румынскому правительству уступить требованию советского правительства. После этого немецкого жеста Румыния уступила и Советский Союз получил Бессарабию и Северную Буковину. В конце июня Гитлер пригласил во Францию трех немецких архитекторов в том числе своего любимца Альберта Шпеера и совершил с ними архитектурную экскурсию по Парижу. Фюрер в котором никогда не умирали художественные наклонности в эйфории победы взял на себе роль гида и вдохновенно говорил о здании Гранд Опера Доме инвалидов Триумфальной Арки и Пантеоне. Экскурсия длилась три часа после чего уже в аэропорту Гитлер сказал Шпееру «Увидеть Париж было мечтой моей жизни не могу выразить до чего я счастлив что сегодня эта мечта сбылась». Правда это не помешает Гитлеру позднее размышлять о полном разрушении Парижа. В июне германские подводники сумели нанести мощный удар по британскому судоходству в Северной Атлантике. Адмирал Деннис решил использовать благоприятный момент рассредоточения английского флота выполнявшего сразу несколько оборонительных задач. Силами 20 подводных лодок были организованы нападения на британские конвои. 78 судов было потоплено 3 немецкие подводные лодки были потеряны. Черчилль в эти дни по его словам больше всего опасался высадки немецких танков на английском побережье. В Великобритании почти не было противотанковой полевой артиллерии. Она была потеряна при эвакуации из Дюнкерка. После инспекционного объезда побережья Черчиллем он убедился, что немногочисленные пушки имеют всего по 6 снарядов на каждую. Такова тогда была готовность Великобритании к обороне. Оставалось только просить Всевышнего, чтобы он удержал Гитлера. Но Гитлер в эти дни думал уже совсем о другом. По свидетельству Альберта Шпейера в самом конце июня он сказал генералам Кейтелю и Йодлю «Теперь мы показали, на что мы способны. Поверьте моему слову Кейтель, русский поход по сравнению с этим всего лишь штабная игра». Вот куда уже занесло Гитлера. В заключении информация о решении Политбюро ЦК ВКП-Б от 5 июня 1940 года. Постановление называлось по производстве в 1940 году танка Т-34. Это значило, что в СССР началось серийное производство танка, которого ни у немцев, ни у любой другой стороны в мире не было. Лучшего среднего танка Второй мировой войны. КОНЕЦ